Здравствуйте! Вторая часть ответов на агустовские вопросы. Начнем с длинного, нетипичного, неформатного. Но я его отобрал, поскольку он достаточно интересный. Итак, прошу оценить идею на основе пенобетона D200. Многие проектировщики в проектах незаглубленных фундаментов замещают плодородный грунт непучинистой отсыпкой. Считаю рациональным заменить ее на D200. Видимо, и мною плюсы. Прочность на сжатие 5 кг на сантиметр. Ну, вообще-то для монолитного варианта вряд ли будет 5 кг на сантиметр. Скорее всего, будет поменьше. Но тут спорить не буду. Что равно глине в сухом состоянии. В случае насыщения водой не теряет несущие способности. В сравнении с грунтом песчаная подушка тоже не теряет несущие способности в водонасыщенном состоянии. Так, не осыпается при любом угле насыпи. Ну, мы замещаем. Поскольку ПРС, то у нас угол равен нулю. Не нуждается в проливке и трамбовке. Имеет. Это не важно. Нуждаются в проливке и трамбовке или нет. Важна конечная цена. Имеет неплохие характеристики в пара, влага, радона, защите. Не думаю, что имеет. Ну, хотя пусть. Возьмем, пусть имеет. И также является подбетонкой. Ну, не уверен, что является подбетонкой. Тем более, что не очень пригоден для ходьбы по нему. Д200-то. Ну, ладно. По цене на сегодня с доставкой и самостоятельной укладкой с замесом в городе Новосибирск. И дальше идет прямая манипуляция. Значит, первое. Первый вариант традиционный. Геотекстиль. Песок 30 сантиметров. ЭППС 20 сантиметров. А зачем вам 20 сантиметров ЭППС? С какого перепуга 0,2 куба ЭППС засовываете в цену подготовки под плитный фундамент? И получается, да, 3200 рублей за квадратный метр. А дальше второй вариант. Значит, пленка. Пенобетон до 240 сантиметров. 900 рублей за квадратный метр. Вообще, мне в Подмосковье называли 3 года назад цену на монолитный пенобетон 6000 рублей за кубический метр. Сейчас она, ну, будет не меньше 9. Значит, 0,4 метра толщина. 9 на 0,4. Ну, вот. И все. Как раз ваши 3600. Вот. Вот. Так что я думаю, что идея... Ну, вы каким-то странным образом сравнили цены. Я думаю, что пенобетон будет существенно дороже, чем песчаная подготовка. По теплоизоляции мы его не можем использовать как пенобетон с... Ну, то есть первые пару-тройку лет он будет очень мокрым. Вот как мы его залили с влажностью там 50%, так она у него и будет сохраняться с течением времени, возможно... Не 50, 100. 100-200%. Она, возможно, подрастет в процессе эксплуатации, возможно, немножко снизится. Но в целом рассчитывать на заливку под фундамент, как на слой надежной теплоизоляции, я бы особо не стал. На сухих грунтах, да, вероятно. На влажных, нет. Да, и 20 см ЭППС сравнивать с 40 см пенобетона тоже не годится. По теплотехнике они будут отличаться чуть сильнее, мне кажется. Да. Также возможно использование ПБД-200 в качестве обратной засыпки подвала. А зачем засыпать подвал? Не очень понимаю. Пусть себе, если он подвал, пусть остается наполнен воздухом. Так, создает броню для гидроизоляции. А, обратной засыпки, наружной засыпки пазух котлована при устройстве подвальных помещений. Да, нормально, это прекрасная тема, здесь согласен. Да, только дорого. Создает броню для гидроизоляции, помогает стене противостоять давлению. Ну да, давлению от грунта обратной засыпки помогает. То есть, ваше предложение опирать плитные фундаменты на пенобетон. Мне кажется сомнительным. А ваше предложение устраивать обратную засыпку из пенобетона. Мне кажется прекрасным. Да. Вместо засыпки заливку. Да. В работах Медреса и ЭП по дорожному строительству хорошо обоснована возможность применения Д-200 в качестве основы под дорожную одежду в схожих условиях под фундаментом также имеет право на применение. Ну, монолитные пенобетоны в дорожном строительстве, да, применяют, не так, разработаны их применения, но не срослось коммерчески. То есть, насколько я знаю, сейчас применимость около нулевая. У пенобетонов в дорожном строительстве как раз экструдированные пенополистиролы их вытеснили и не за счет административного ресурса, а просто ценой. Ценой и стабильностью характеристик. Думаю так. Поэтому тема с засыпкой, заливкой пазух от Лавана монолитным пенобетоном хороша была бы, если бы была экономически обоснована. А я полагаю, что ваше обоснование основано на каких-то ложных предпосылках. Так, есть ли какие-то допуски по диагоналям в строительстве дома? Ну, конечно, в железобетон, короче, везде эти допуски есть. В прямую к диагоналям, кстати, я не помню, есть прописанные для диагонали, есть прописанные для линейных размеров, это точно. Разность длин диагоналей нормируется для строительных изделий и, возможно, для конструкции. Просто не вспомню, СП-70 надо посмотреть, открывайте СП-70.13.330, несущие ограждающие конструкции. И в таблицах с правилами приемки для отдельных видов работ как раз смотрите, есть ли требования к длинным диагоналям. Вот. Имеем фундамент. Монолитная плита под дом из газобетона. Регион московский. Грунтовые воды отсутствуют. Утепленная отмозка плюс торец плиты. Сбор ливневых вод и отвод за границу участка имеется. Однако входной группой является угловая часть плиты. Необходимо ли утеплять пол входной группы во избежание негативных последствий морозного пучения? Ну, собственно, весь ответ содержится в вашем вопросе. Да, конечно. Если есть чему пучиться, то нужно сделать так, чтобы оно не пучилось. То есть, грунт ваш надо теплоизолировать. А для этого надо либо полы устроить теплоизолированные, либо, если плиты еще нет, а она только планируется, значит, под нее завести слой ППС. Тоже годный вариант. Но если фундамент уже есть, значит, надо теплоизолировать полы. Если под фундаментом пучинистые грунты. Можно ли в ИЖС возводить несущие наружные стены из автоклавного газобетона, усадка 0,5 мм на метр, а внутренние несущие стены из силикатного блока, усадка 0,1 мм на метр? Вообще-то, расчетная усадка кладки из автоклавных ячеистых бетонов 0,4 мм на метр, расчетная усадка кладки из бетонных камней, в том числе из силиката бетонных, 0,3 мм на метр, то есть, разница не в 5 раз, как вы тут описали, а на 30%. То есть, на высоту этажа это будет 1 мм усадка газобетонной кладки и 1 мм усадка кладки из силикатных камней, ну, вернее, там, 1,2 мм в случае с газобетоном и 0,9 мм в случае с силикатными камнями. Разница в 0,3 мм никаким образом нигде не отловится. Продолжаем чтение вопроса. Техподдержка завода-производителя, ссылаясь на СП, говорит, категорически нельзя. Ну, нужна ссылка на конкретные пункты. Я не знаю, где здесь можно найти запрет. Но многие независимые эксперты утверждают, что можно. Короче, тут надо мериться не количеством привлеченных экспертов, а конкретными пунктами нормативов. В СП-15 я не думаю, что мы найдем обоснование запрету на применение газобетона и силиката в одном здании. Мы применяем часто. Так, хочу установить чугунную банную печь непосредственно на стяжку пола, утепленную ЭППС 100 мм. Не продавит ли лучше или лучше залить отдельно бетонный подиум под печь? Ну, сколько весит ваша печь? Вы попробуйте собрать нагрузки от вашей печи, распределить их через стяжку на ЭППС и поймете. В общем, если печь весит меньше пары тонн, то пусть себя опирается через ЭППС. Проблемы не будет. Если больше, надо проверить. Скорее всего, тоже проблемы не будет. Но проверить есть смысл расчетом. Так. Армирую будущее перекрытие по проекту сетка с шагом 150 на 50 мм. Из шестнадцатой арматуры и шестой арматуры. Ну, из диаметра 16 и диаметр 6. По факту, вместо шестерки использую восьмерки. И шаг 150 на 200. Имеет ли значение квадратная ячейка сетки? Ну, если вы шестерку заменили на восьмерку и шаг со 150 увеличили до 200, это точно не проблема. Но я не представляю себе железобетонное монолитное перекрытие, в котором фоновое армирование было бы в шестнадцатой арматуре с шагом 150 мм. Мне любопытно посмотреть, что же это за такое перекрытие. Поперечная арматура там вряд ли сильно рабочая, поэтому пусть будет с большим шагом. Не проблема. Как вы относитесь к фасадной отделке газобетона тонкослойной перетиркой, смесью на основе цемента и последующим формированием кирпичиков по трафарету толщиной 3-5 мм заколерованной, дешево и сердито? Если сумеете сделать красиво, то никаких противопоказаний, пожалуйста. Хорошая, наверное, тема. Как избежать теплопотерь через порог входной двери? Поставить коробку входной двери на теплоизоляционный материал. Либо оконный проставочный профиль, либо на газобетон, либо на ЭППС отдельно две колодки поставить ближе к стойкам из чего-то более жесткого, чем ЭППС. В общем, вариантов довольно много. То есть, устроить слой теплоизоляции по линии двери. Парапет на плоской крыше. Какие функции выполняет? Что будет, если его не сделать? Для чего парапет нужен в принципе? Основное конструктивное назначение парапета в ЖС, как я вижу, это чтобы было к чему закрепить слой гидроизоляции. Если у вас наплавляемая битумная крепится к стяжке, парапет не нужен. Если есть к чему закрепить слой гидроизоляционного покрытия, то парапет становится для красоты, для ограничения стоков, чтобы они текли у вас только по скату, не сдувало воду и снег в боках. Как-то так. Плоская крыша, если эксплуатируемая для ходьбы по ней в качестве ограждения или в качестве нижней части будущего ограждения, перильного. В общем, основная функция закрепить слой гидроизоляции. Если вы его крепите без парапета, то прекрасно так и делайте. Остальное декоративное, так бы я назвал. Сейсмоопасный регион. Двухэтажный дом из Д-500. Одноэтажная пристройка к дому на общем фундаменте. Обязательно ли вертикальные ЖБ-колонны, связывающие фундамент с армопоясом, или достаточно общего пояса и можно лить колонны по мере кладки? А я вообще вопроса не понял. При чем здесь пристройка? Ну, колонны можно заливать в кладку. Да, ну, оставили полностью в кладке, потом поставили опалубку за монолитет. Это нормально. А в чем еще суть вопроса? Как-то, наверное, поэтому ваш вопрос в прошлый раз и не попал в отбор. Он не содержит вопроса полностью. Насколько важно делать П-образные связи между нижней и верхней сетками армирования в монолитной плите перекрытия в местах опирания на стены? Плита лежит на стенах 25 см, пролет не более 4 метров. Это конструктивное требование устраивать скобы на торцах плитных железобетонных элементов. Нафиг оно не нужно в ИЖС, но тем более при пролете 4 метра. То есть нормативно требуется. Если вы подрядчик и строите для заказчика, придется, и они есть в проекте, придется их ставить. А если вы строите для себя, то не мучайте вы себя этими скобами. Не нужны они. То есть поперечной силы, которая была бы такой, чтобы металлу, чтобы потребовался металл, чтобы ее воспринимать, в такой плите не будет. У вас плита... Ну, в общем, да, короче, ответил. Можно ли выполнять несущие стены из газобетона разной толщины по этажам? Например, первый этаж 400 мм, второй этаж 300 мм. Блоки выровнены по наружной плоскости стен под отделку. На мой взгляд, значит, увеличиваем полезную площадь, уменьшаем материалы емкость, не возникли ли эксцентриситет и прочие подводные камни? Ну, возникнет. И что? Значит, конечно, можно ответ правильный. Да, да, можно. Не вижу никаких противопоказаний. У нас в урочном положении по строительству Российской империи требования к толщине стен назначались там особо нерасчетно. Если здания простые, строились гражданские, там требовалась, значит, толщина 2,5 кирпича для верхних двух этажей здания. А дальше для каждого этажа увеличиваем толщину на пол кирпича. И, естественно, все увеличение шло внутрь. То есть, по наружной грани стена кирпичная выравнивалась, а внутри становилось все толще и толще. Это было, ну, связано с тем, что там медленно твердеющие растворы, еще что-то, еще что-то. В общем, из опыта эксплуатации без особых расчетов вывели такую норму. Сейчас мы, конечно, таких громоздких стен не делаем. И, в общем, и делать больше не будем. У нас все развитие строительства идет в сторону снижения материала емкости. Вот, поэтому, да, в вашем случае, конечно, можно, если теплозащитных свойств хватит. Зачем вам 400 на первом этаже, другое дело? Может быть, тоже не надо. Делайте оба этажа по 300. Может быть, окажется, что этого достаточно. 300 и 200, например. Полы по грунту. Делаю обратную засыпку 1 метр. Послойно трамбую. Трамбовка 160 килограмм. Проливаю водой. Перегородки будут стоять на полах. Переживаю, что полы сядут и перегородки потрескаются. Как можно избежать этого? Значит, для избежания переживаний, на мой взгляд, я слышал, где-то подходит афабазол. Он снимает тревожность. Других способов. Физкультура в целом положительно влияет на... Снимает тревожность. Еще какие-то практики психические. Технического вопроса я у вас не увидел. Боитесь, что плохо затрамбуете полы? Трамбуете хорошо и все. Так, подскажите, полусухая стяжка с трубами теплого пола внутри, как пол по грунту, вместо бетонной стяжки, в жилых или нежилых помещениях. Возможно, или это все опасные эксперименты с последствиями. Почему-то последние месяцы каждый раз в наборе вопросов, иногда даже не по одному разу, попадается вопрос про полусухую стяжку. С просьбой, давайте-ка мы ее поставим, она дешевле. Но я каждый раз отвечаю одно и то же. Характеристики ее я толком не знаю. Знаю только, что прочность нестабильна от изготовителя к изготовителю. Ну, в смысле, от того, кто ее устраивает вам, к тому, кто устраивает. Меняется. И дальше у нее, ну, много разных нюансов. Она менее плодная, она менее прочная. Она может вообще оказаться непрочной, если вы ее пересушите, там плохо полиэтиленом закроете. Короче, ну, не экономьте на спичках. Не надо делать полусухую стяжку для ответственных конструкций. Если у вас уже есть плита пола, и вы по ней просто выравнивающую стяжку делаете, полусухой, выравнивающую можно. Но несущий элемент конструкционный не нужно делать из полусухого смеси с полусухой. Выемки ручных захватов на торцах блока портят эстетику неотделанных углов здания, особенно аккуратно сложенных на белом клею или клей-пене. Я так понимаю, идеальный вариант отторцевать угловые блоки перед укладкой. Какие еще есть рациональные варианты? Особенно в условиях станка для резки. Ну, если нечем отторцевать хорошо блок, надо заделать аккуратно эту выемку. Для этого подойдут белые смеси. Лучше всего из известных мне сподар. Сподар, как бы штукатурка, штукатурка с низкой прочностью заполнит эту пустоту на раз. Потом затрете теркой, и будет она малоотличима от кладки. Это, мне кажется, второй по рациональности после собственной торцовки блоков вариант. Можно ли опирать массивный оконно-дверной блок ПВХ выхода на террасу на газоблок небольшой толщины 5-6 см, уложенный на фундаментную плиту или, подскажите, более рациональный вариант для теплого надежного узла? Уже сегодня этот вопрос разбирали. Значит, используем либо газобетон, либо ЭППС кладем. И тогда под оконный блок, там, в двух-трех местах, ну, у вас под порожек двери еще можно парочку поставить этих более жестких вставок, на которые будет, собственно, опираться. Жесткие вставки могут быть либо из оконного профиля, который дорогущий, тоже пластиковый, там, имеет плотность 100-200 кг, вот, стоит дорого, но его надо короткими чопиками нарезать, и все, поставить там, 4 маленьких чопика, не нужно весь на всю длину использовать. Не обязательно, в смысле. Так, вот, мелким шрифтом, цоколек из одного ряда газобетона Д440 см, с веса стены 70 мм, коробка построена в августе. Вопрос, оставить в этом году так для просыхания, или можно цоколь обмазать и утеплить ЭППС 70 мм? Да как хотите, вообще вот. Есть уклон к дому, планирую до зимы сделать мягкую отмостку и дренаж вокруг дому, а цоколь впоследствии засыпется грунтом. В чем вопрос-то? Утеплять, не утеплять в этом году? Да как хотите, повторю. Не вижу никаких препятствий. Если, ну, непонятно, какой фундамент, то есть, нужна теплоизоляция здесь или нет? Если не нужна, так и не ставьте пока. Если она нужна только для снижения теплопотерь, а не для предотвращения промерзания грунта. Если нужна для предотвращения промерзания грунта, значит, ставьте. Много картинки, ну, такой вопрос, ладно. Значит, на рисунке изображена схема навеса и примыкания кладки из газобетона. Возникли вопросы. Для крепления бруса к стене использовать дюбеля металлические распорные для газобетона и какого размера использовать? Я не знаю, что такое металлические распорные дюбеля для газобетона, поэтому по размеру ничего не скажу. На дюбеле для газобетона есть нормальные забивные вот эти вот, мне нравятся, винтовые. Ну, не винтовые, а они такие, как перо-стрелы, на четверть оборотов кручиваются при забивании молотком. Или же нужно использовать химические анкеры. В каком количестве и какой длины. Что такое химический анкер? Это полость в стене, заполненная клеем, в которой вы топите шпильку. То есть не надо к понятию химический анкер какие-то к нему прилагать, возлагать на него что-то сверх того, чем он является. А является просто клеем в толще стены. Выбрали. Нет, я, наверное, не буду давать ответ в цифрах действительно, потому что климата нет, снеговой нагрузки нет, типа покрытия нет. Как бы непонятно, какие цифры нам нужны для сопротивления вертикальным нагрузкам, какой будет на отрыв давления. Да. Насколько сильно для такого строения нужна геология участка перед венчиванием свай? Гром с углинок, основной дом на плите 35 сантиметров. Или достаточно больше свай вкрутить? Насколько больше? Каких свай? Диаметр сваи? Ну, да, конечно, можно просто так накрутить свай. Это же не ответственная конструкция, но перекосится, господи, что-то такого-то, перекосилось, поправить. Хотите потратить 30 тысяч, там, 40 на геологию, тоже, ну, не проблема, будете знать результат. Нужны ли в таком навесе горизонтальные затяжки? Территориальное строение расположено в городе Ярославль. А, ну ладно, про снег нам известно теперь, да. Что такое горизонтальные затяжки здесь, я не понял тоже. В общем, да, извините, что взял ваш вопрос. Как считаете, под балластную плоскую кровлю с мембраной пароизоляцию нужно делать битумную или пленку? Можно лучше достаточно. Ну, во всех письменных рекомендациях прописано битумное. Битумное обладает около нулевой паропроницаемостью. Околобесконечным сопротивлением паропроницания. Вот, значит, полиэтиленовую пленку вы в процессе монтажа порвете во многих местах, поэтому рассчитывать на ее герметичность не приходится. Вот, поэтому битумная будет честнее. Она приклеится по всей площади, приплавится, создаст сплошной единый ковер. И в случае, если потом и оторвется от покрытия, то будет выпускать с боков от себя влагу. Не будет ее в толщу теплоизоляции загонять. Планируется строительство одноэтажного жилого дома на ленточном фундаменте. Полы по грунту. Обратная засыпка ленточного фундамента. Но вместо стяжки уложить балки и настелить пол. Так тогда не полы по грунту, тогда полы по лагам. То есть, вместо стяжки лаги, значит, полы по лагам. На что мы опираем лаги? Либо на коренной грунт, либо на засыпку. А потом засыпку производим. Тут вопрос-то какой. Возможно ли в данном варианте использовать деревянные лаги перекрытия? Ну, полы по лагам существовали столетиями. Собственно, других вариантов не было. Конечно, можно использовать. Будет ли это лучше, чем бетонный пол? Я считаю, что нет. Считаю, что с появлением у нас теплоизоляции способны работать в грунте. И с повсеместным распространением, с доступностью бетона, бетонные полы лучше всего. Но если вы фанат исконной старины и хотите непременно деревянные лаги с досками поверх них, не знаю, с фанерой, с чем угодно, делайте. Тоже можно. Нужно обеспечить их сукость. Ну, способы здесь мы не разберем. Подполье должно вентилироваться, как под всеми паркетными полами по лагам. Да, щатыми по лагам. Так. Миф или реальность добавления жидкого стекла в растворы, штукатурки, краски, шпатлевки для повышения их прочности и устойчивости к влаге? Вот про краски впервые слышу. Вообще, и про шпатлевки на самом деле тоже. Но вообще, жидкое стекло, то есть силикатный клей, то есть калий, насколько я знаю, 2-силицил, 3-на-Н-Н-2, вполне с давних пор используется как гидроизоляционная добавка в растворы. Да. Снижает влагопроницаемость. Влагопроницаемость. Действительно, это так. Можно ли нанести жидкое стекло на беноблок с уличной стороны и какие свойства это придаст материал? Нанести можно, польза будет ноль, вред возможен. Это будет не гидроизоляция поверхности, а создание пленки, которая начнет, я думаю... Короче, не нужно канцелярский клей намазывать снаружи на газобетонную стену. Видел, как заливают фундаментную плиту без арматуры, засыпая туда резаную проволоку или арматуру. Насколько практичны такие фундаменты в частном строительстве, если существенные плюсы и минусы? Дисперсное армирование бетона требует высокого качества перемешивания. Если это делают в построечных условиях, в грушах пытаются создать дисперсно армированный бетон, это плохая затея. Высокой однородности вы не добьетесь, соответственно, определить, получился у вас нормально проармированный бетон или нет, вы не сможете. Поэтому в теории эта штука возможна, в высокоскоростных мешалок достаточно сложных такое армирование делают. Оно хорошо подходит для тонких оболочечных конструкций, но для армирования плиты вообще нерациональное использование, мне кажется, фибры. Ну, если это самострой, то вы не сможете равномерно распределить ее по объему бетона. Сделаем перерыв. Вторая часть ролика на этом заканчивается, ответ на вопросы. Третья будет на следующий день. Третья будет на следующий день. Продолжение следует...